Жильцы дома номер 8 по улице Мурманской в ожидании схода лавины. Над их головой нависла огромная ледяная глыба. Сколько она весит, остается только догадываться, а если упадет, мало не покажется точно. Если у местного барсика и 9 жизней, то у Светланы Федоровны одна. И прожить ее она хочет так, чтобы потом не было мучительно больно от упавшей на голову ледяной глыбы. Многокилограммовая махина угрожает жизни уже больше месяца. От управляющей компании «Стандарт» почти никакой помощи. О том, что бывает, когда наледь падает с крыши, жильцы этого дома прекрасно знают. Два года назад, также не дождавшись помощи от управляющей компании, они сами решили себе помочь. И вот что из этого вышло. Тогда никто не пострадал. Но все же, если ледяная глыба упадет на человека, жильцы дома обещали затаскать представителей управляющей компании по судам. Кстати, сейчас подобные разбирательства идут по всей стране. Коммунальщики выплачивают пострадавшим по несколько тысяч рублей. В отдельных случаях потерпевшим удается отсудить миллионы. Кроме того, на виновных заводят уголовные дела. Нужно ли это управляющей компанией «Стандарт»? Едва ли. Легче сбить сосульки с крыши дома номер 8 на улице Мурманской. Страшно жить и жильцам дома номер 7 на улице Лежневой. На памяти горожан случай, когда старый козырек упал на мужчину и серьезно его травмировал. В такой же ситуации оказались и обитатели этой двухэтажки. Козырек над их подъездом дышит на ладан. Ветхая подпорка едва ли справится с тяжестью снега и льда. И помощи народу ждать не от кого. Все дороги опять же ведут в управляющую компанию «Стандарт». Он скрипит и упадет же кому-нибудь на голову. А здесь дети есть. Маленькие. И мы не знаем, что делать. Дежурный по городу. Нику Плюс позвонила, уже опять сказала, ну помогите, без вас уже ничего не делается. Просто элементарно. У нас только телевидение теперь власть. Все. Специально для ответственных лиц напоминаем, что такое ненадежный козырек. Нечто подобное легко может случиться и на улице Лежневой, в доме номер 7. Вот таким мы увидели наш город сегодня. Ну а если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова